Честность и порядочность человека далеко не всегда определяются его социальным положением. Особенно это важно знать современной молодёжи. Случается так, что самый бедный человек может научить их жизни лучше, чем известные профессоры. Эта история произошла в одном из городов США. Оливер и Стивен решили после занятия в университете пройтись пешком. Хотелось размяться. К тому же Стивен заявил, что ему обязательно нужно зайти в пиццерию и по дороге кое-что рассказать Оливеру. Когда два парня отправились по улице, друг тарахтел безумолку. Он заявил Оливеру, что наконец-то после очередной вечеринки настолько сблизился со своей очередной девушкой, что она сказала ему «да». Стивен разглагольствовал о том, насколько он неотразим и как всё получилось отлично с Мирандой. Оливер напомнил приятелю, кто дал ему дельный совет, который сработал, и одобрительно похлопал Стивена по плечу. Тот пожаловался, что приходится идти за пиццей, поскольку Миранда погрозила его без угощения не принимать, а с ней смотреть футбол по телевизору намного интереснее. В это время ребята проходили мимо нещего, лежащего на картонке под деревом. Оливеру шибанул в нос неприятный запах. Стивену был отвратителен его внешний вид и огромный шевелюра грязных спутанных волос. Молодые люди стали изощряться в унижениях, и кто бы мог подумать, что именно от этого нещего они получат свой важный жизненный урок. Они говорили о том, насколько он мерзок и портит вид замечательного города, называли его грабителем с невинным лицом и бездельником. Стивен даже пару раз кинул в него небольшой камешек, пытаясь заставить встать и уйти туда, где его никто не будет видеть. Наконец им это надоело, и ребята двинулись дальше. Стивен спросил у Оливера 5 долларов на пиццу. Тот знал, что деньги у него на сегодня последние, но отказать приятелю было неудобно, и он достал кошелёк. Друг пообещал, что вернёт в два раза больше. В это верилось с трудом, но и прослыть жмотом тоже не хотелось. Стивен поблагодарил и положил кошелёк с долларами в задний карман брюк. В этот момент нищий, о котором совершенно забыли молодые люди, обедал из мусорного бака, где обнаружил остатки булочек. Он посмотрел вслед почти скрывшимся за поворотом парням и вдруг увидел на дорожке, где они проходили кошелёк. Вместо кармана Стивен положил его мимо, и они оба не заметили этого. Нищий посмотрел содержимое, увидел 5 долларов и документы. Он понял, что человек потерял очень важные вещи и, возможно, последние деньги. Хромая, он бросился вслед за парнями, но быстро понял, что догнать их не сможет. Тогда мужчина уселся на своё место, держа кошелёк в руках. Он надеялся, что ребята обнаружат пропажу и пойдут назад. Так и случилось. Нищий увидел молодых людей, бредущих назад. Лица их были огорчёнными. Парни внимательно осматривали обочину в надежде увидеть кошелёк. Мужчина крикнул им и замахал рукой с кошельком. Стивен был в шоке, когда обнаружил все документы и даже деньги на месте. Он попросил нищего никуда не уходить. После этого он потянул Оливера за собой. Через некоторое время ребята ещё раз крикнули. «Мы сейчас вернёмся!» Бездомный устроился обратно на свою старую картонку. Через пару минут молодые люди действительно вернулись. Стивен держал в руках коробку с пиццей. Он сказал, «Оливер поделился со мной последними деньгами, и я собирался купить на них пиццу своей девушке. Но я с удовольствием отдам её вам, чтобы хоть как-то отплатить за вашу честность и благородство». Ребята извинили за свою грубость и сказали, что если мужчина не против, они пообедают пиццей вместе с ним. Когда бездомный в рваной одежде согласился, парни присели рядом и распечатали коробку. Все взяли по куску пиццы и начали уплетать. Пошёл душевный, приятельский разговор. «Большинство членов общества стоят на социальной лестнице выше бедняков и бездомных. Но жизнь подчас непостижимым образом меняет их местами. Никогда не стоит унижать людей, которые живут хуже вас. Ведь именно они могут преподнести нам тот урок человечности, который так необходим в сытом и благополучном обществе потребления». Друзья, у меня всё. Будьте добры к окружающим, не обращая внимания на их социальный статус. Поделитесь этой историей с друзьями и близкими. До скорого!